10 интересных фактов о ТикТоке ТикТок дал мощнейший инструмент творческим людям. Он позволяет в несколько тапов создать на своем смартфоне сложный видеоролик. Пусть половина роликов в нем снята на фоне домашних ковров, но это лучшее свидетельство того, что продуктовые менеджеры ТикТок все сделали правильно. ТикТок стал без преувеличения народным приложением. Приложение появилось в 2016 году и называлось Dauin, так оно зовется до сих пор в Китай. Оно принадлежит крупному китайскому техногиганту Bitadance. Американские компании пытаются остановить рост китайской социальной платформы, но уже слишком поздно. У ТикТок более 800 миллионов активных пользователей по всему миру. У ТикТок самая молодая аудитория по сравнению с другими социальными платформами. Почти 70% пользователей приложения — это люди в возрасте от 16 до 24 лет. Получается, что только 30% аудитории ТикТок старше 25 лет. ТикТок действительно вышел на международную арену и сейчас доступен на 39 языках. В течение года работы ТикТок достиг рубежа в 1 миллион просмотров за день. 15-летняя Чарли обосновалась на первом месте в рейтинге самых популярных тиктокеров мира. Ее аккаунт насчитывает более 124 миллионов подписчиков. В 2020 год ТикТок был закачан на смартфоны в Индии более 611 миллионов раз, и это примерно 30% от общего числа закачек в мире. Это даже бьет рекорд США. Но несмотря на популярность приложения, 29 июня 2020 года Министерство электроники и информационных технологий заблокировало закачку приложения в Индии. Самый популярный тип собак в ТикТок — хаски. Название хаски происходит от хаскимос. Именно так моряки английских торговых судов называли аборигенов эскимосов. Ученые-палеонтологи из Королевского Бельгийского университета естественных наук считают, что первые собаки, скорее всего, походили именно на сибирских хаски. Правда, были они чуть крупнее, а появились, чуть менее 32 тысяч лет назад. Всего у ТикТок 18 миллионов пользователей из России. Из них 60% женщины, 40% мужчины. По состоянию на 2021 год ТикТок стоит 140 миллиардов долларов США.